Выстава живописы «Святошный концерт» в Центре инклюзивной культуры прошли урошистости, просвещенный юбилею становы. Все лето Палацу культуры глухих исполнилось 40 лет. Наш корреспондент Ганна Корольчук долучилася до урошистостей. Дом культуры глухих открыли в 1979 году. У им люди, позбавленные слыху, могли проявить свои таленты и сдольности у танцы на театральных подмостках, в пантомиме и цирковых номерах, выявленном мастерстве фотографии, песни и створение кинофильмов. Палац объединял глухих усих у взрослых профессий. Коллективы гамельчан наведывали многие кутки Советского Союза, а их творчость отримывала признание сиротых, кто чует. У нас очень много было коллективов и любительских объединений, в том числе и народных. Это 8 коллективов со званием народных было. Но постепенно, конечно, где-то какие-то коллективы выживали, где-то уходили. Но в целом очень хорошо пользовались среди глухих театр народный, жестовая песня, малая форма. Я рад, что работа с глухими не осталась в тени, она поднимается на новый уровень. Два года тому Палац культуры глухих перетворился у Центр инклюзивной культуры. И он стал уникальной пляцовкой по работе с людьми с инвалидностью. Аналогичных у Беларуси нема. Тут кожному дают шанс реализовать себе творчество. У Центра працуют 23 коллективы. И они удельничают в международных фестивалях и конкурсах. В ходу у Центра открытся первая в Украине коворкинг-пляцовка для людей с инвалидностью. И планов на дальнейшую будущую тут еще шмат. Будут сейчас внедряться новые направления. Работотехника. И есть переговоры по более современным направлениям, связанные с IT. Это востребовано, это интересно сейчас. И мы можем сказать, что у нас от трех лет детки занимаются и до 90+. Цветочный вечер открыла выстава живопису «Трикотаж», на якой представлены картины Анатолия Щогалева и Александра Покатила. Анатолий Щогалев, зречицы, уже зарекомендовал себе, як поспеховый мастак, який выходит у книгу рекордов Беларуси. Александр Покатила – мастак с порушением слыху. И он скончил Беларускую державную академию мастатства, а зараз працую выкладчиком у школы номер 70. И керавником студии, выявленчика мастатства «Палитра» у Центра инклюзивной культуры. «Самые любимые темы – это, ну, по желанию, это коты, природа. Ну, я ищу что-то интересное, особенное. Ну, обычные работы, как фотографии, мне не очень нравятся. Что-то изобретаю, придумываю. Если что-то скопировать, это так, как у всех. А я хочу свое, собственное, передать свою работу». На юбилейном вечере выступили все коллективы Центра культуры. Керовники и активисты «Гуртко» отримали подзяки и подарунки от керовництва установы. «Хотелось бы поздравить наш коллектив, всех руководителей, всех тех людей, которые прошли бок о бок часть своей жизни, связанной с этим Домом культуры. И, конечно, сегодня мы видим очень много ребят молодых, которые посещают этот центр. Я надеюсь, что они когда-нибудь вырастут в руководителе коллективов и будут вести свое направление и дарить этому обществу много полезного». Гана Коральчук, Валера Гопанько, Телерадио, компания «Гомель».